1 ноября на Терраспольском шоссе автомобилем Volkswagen были сбиты одесситка и ее 8-летняя дочь. Сейчас девочка находится в реанимации, она в коме. Между тем, как считают местные жители, все это произошло потому, что опасный пешеходный переход не оборудован соответствующим образом. 1 ноября именно на этом месте произошла страшная трагедия. Автомобилем, Volkswagen, едущим на большой скорости, были сбиты двое, мама и ее дочь. Все произошло среди белого дня прямо на пешеходном переходе. Тут людей, человек 20 переходило дорогу, переходило и Volkswagen, не помню уже какого цвета, сбил женщину с детьем. То есть он ехал в толпу людей, не повезло просто ребенку? Да, да. Что шли туда люди, что шли оттуда, а весь транспорт стоял. Как рассказывает Владимир, автомобиль ехал на такой скорости, что несчастного ребенка откинуло на несколько десятков метров. И мама начала кричать, бежать за ним, ну за детьем. И детьем быстрее отнесли в сторону, до дерева. И хорошо, что сзади, где эти машины стояли, стояла машина полицейская, третья или четвертая. Она объехала и забрала в машину и отвозла на вода на Кмельницкую, потому что дитё уже непритомное было. Ребенка тут же доставили в больницу. В результате происшествия девочка получила многочисленные травмы. Перелом тазовых костей, перелом педра, черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в коме и состояние у нее крайне тяжелое. Между тем происшествия на этом переходе случаются чуть ли не каждый день. В основном по двум причинам. Неуважению водителей к пешеходам, часто даже видя переходящих к дорогу людей, они и не думают тормозить. И потому что, как считают местные жители, переход не оборудован соответствующим образом. Возможно, и эту ситуацию можно было предупредить, если бы здесь, наконец, был установлен лежачий полицейский. Мы требуем немедленного установления лежачих полицейских. В противном случае, вот эти вот трагические ситуации будут повторяться постоянно. Они повторяются уже на протяжении, я не буду сейчас говорить конкретные даты, но это продолжается очень большое количество времени. С момента трагедии прошла целая неделя, однако никто из властей даже не сделал вид, что озабочен ситуацией. Потому проживающие в окрестных домах люди решили в буквальном смысле слова выйти на улицу и устроить акцию протеста. Человеческий фактор, он такой, и терпение человеческое не безграничное, и толерантность к этой власти уже перевалилась за край. Мы требуем, чтобы в кратчайшее время, даже в протяжении этих выходных, я буду здесь до последнего. Пока не установят, пока приедут те люди, которые отвечают за это, пока не увижу петицию, даже не петицию, а документ, в котором будет уточнено конкретные даты, конкретные люди, которые будут здесь устанавливать лежачие полицейские. Они здесь нужны. Впрочем, наши власти, кажется, не слишком обеспокоены здоровьем своих граждан. Несмотря на то, что в городе создана целая программа «Безопасный город», стоящая нам с вами миллионам гривен. Но нет не только лежачего полицейского, но и в еврейскую больницу, где лежит девочка, пока не поступило ни одного предложения о помощи, которую, разумеется, наша мэрия могла бы организовать, но не сделала этого.